Так, коллеги, всем привет. Восемь часов. Начинаем наше демонстрационное занятие в ОТУСе по курсу TeamLead. Вот сейчас несколько минут еще собираемся, кто хочет подключиться, и начинаем и будем постепенно переходить к занятию. Давайте сначала проверим то, что меня и видно, и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чатик, что, да, отлично, все хорошо. Надеюсь, с интернетом проблем не будет никаких, и он нам позволит нормально сегодня провести занятие, пройти по нашей программе. Программа у нас достаточно интересная, на мой взгляд. Мы будем говорить про самозванцев, но немножко не с той стороны, с которой может показаться на первый взгляд. То есть мы немножко поговорим на эту тему, посмотрим на этот вопрос с обратной стороны, да. И хорошо ли вообще быть самозванцем и чувствовать себя самозванцем. Так. Первый раз, честно говоря, в этой системе, потому что у нас обычно в ОТУСе занятия проходят в зуме. А это, видимо, на большую аудиторию, поэтому сейчас я могу немножко тут думать, на какие кнопочки жать, чтобы переходить от слайда к слайду. Так. Дальше. Как мы работаем? Здесь звука нет, то есть выходить в эфир нельзя, но можно писать свои вопросы, свои комментарии в чат. Я чат читаю, вижу, соответственно, буду тоже реагировать и приветствуется активное вовлечение занятий, потому что будут по ходу занятий возникать, наверное, какие-то вопросы, возникать какие-то мысли свои, которые хочется тоже выразить. Вот. Так что это все приветствуется. Если, например, я перехожу к секции ответов на вопросы и по какой-то причине ваш вопрос пропустил, потому что когда много людей, чатик, он быстро обновляется, могу что-то пропустить. Вы просто повторите, чтобы я обратил на это внимание и, соответственно, уделил внимание вам и вашему вопросу. Давайте я сначала познакомимся немножко, кто я такой и почему веду это занятие. Я преподаватель от УСА, онлайн-преподаватель от УСА, меня зовут Дмитрий Смирягин, и я уже, наверное, в от УСА преподаю, наверное, года три уже в общей сложности на курсе Team Lead, и еще немного, у меня есть несколько занятий на курсе руководителя технической поддержки. Вообще в IT я более 20 лет и прошел путь от, ну вот, что называется, самого джуна-разработчика и до руководителя управления. Сейчас я работаю в компании BFP, работал, соответственно, с российскими компаниями, с крупными, и сейчас продолжаю работать, а также с иностранными компаниями. Долгое время сотрудничал с американской компанией, которая занимается развитием систем документооборота, ну, точнее, кастомизацией систем документооборота. Делались проекты для крупнейших корпораций, это и 50-й ВЕФОКС, и Wells Fargo Bank, и вот в процессе всей этой деятельности, соответственно, у меня были совершенно разные роли, то есть, как я уже сказал, от разработчика и до, там, архитектора, Team Lead, да, я так думаю, что некоторые вопросы, которые я решал, и работы, которыми я занимался, сейчас бы у нас бы назвали работой системного аналитика, или даже, может быть, бизнес-аналитика, вот, правда, я тогда, когда этим занимался, не знал, что это так называется, но такое тоже бывает, да, мы же иногда чем-то занимаемся, а не знаем, что это как раз имеет специальное научное какое-нибудь название, и специально есть выделенная роль для этого дела. Вот, соответственно, сейчас я руководитель управления, руковожу Team Lead'ами, но, и, как я тоже сказал, сам долгое время был Team Lead'ом, поэтому, в общем-то, есть что рассказать, и вот некоторые темы курса, большого, на самом-то деле, курса Team Lead' веду я, наряду с другими преподавателями. Так, я же сказал, что я сейчас буду немножко задерживаться с этими, с кнопочками, каким-то нажимать. Итак, план сегодняшнего занятия. Познакомились, расскажу немножко о ботусе, что это за компания, откуда она взялась, какая, как сейчас можно говорить, миссия у компании. Потом проговорим именно о теме нашего сегодняшнего открытого урока. Поговорим, о чем же вот эти самозванцы, так называемые, в кавычках, самозванцы боятся, почему трудно бегать с гирькой на ноге, и попробуем сделать, превратить то, что мешает, в некий полезный инструмент, который можно использовать для того, чтобы вот эта гирька превратилась в некий моторчик, который, наоборот, толкает вперед. А дальше поговорим про команду курса, кто ведет этот курс, потому что, как я упомянул, не только я преподаю на курсе, есть и другие преподаватели. У меня, наверное, пример, четверть занятий на курсе, соответственно, три четверти, это другие преподаватели, это другие коллеги. Вот, поговорим немножко о программе курса, о программе обучения, подходовом к обучению. Также рассмотрим карьерные некоторые вещи, и, в общем, дальше пообщаемся просто потому, что сегодня услышали, насколько это было интересно, какие у вас возникли мысли по ходу сегодняшнего занятия. Давайте сейчас тоже вот познакомимся чуть-чуть, чтобы я тоже понимал, какая аудитория. Напишите, пожалуйста, в чатик две вещи, из какого бы города и сколько лет вы занимаетесь органической деятельностью. Ну, любой, да, это может быть как роль тембрида, или, может быть, роль более высокого уровня. Напишите, пожалуйста, очень будет интересно посмотреть эту статистику, кто сегодня с нами, с кем провожу я занятия. Москва, два года, спасибо, Москва, Казань, полтора года, так, еще смелые, так, Питер, ноль, Москва, неуправленец, просто ведущий, аналитик, пять лет, здорово. Ну, кстати, вообще, если говорить про тему сегодняшнего занятия, она может относиться не только к управленческой деятельности, а и к работе аналитика. Это такая общечеловеческая, общечеловеческая проблема во многом. Так, вижу, дверь, один год. Хорошо, хорошо, значит, география достаточно разнообразная. Только что-то я никого не вижу из-за рубежа нашей Родины пишут, что там вообще уехала чуть ли не половина всего IT, а пока все как-то из России. А что-то тут со статистикой, наверное, не сходится. Ну, ладно, пойдем дальше. Итого. Москва, главный бухгалтер. Да, очень приятно, очень приятно. Идем дальше. Правила вебинара, о которых тоже я уже немножко упомянул. Активно участвуем, пишем в чатик. У них так все хорошо. Активно участвуем в вебинаре, задаем вопросы. Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу, но, соответственно, тоже повторять, если я не увидел ваш вопрос. И вот, кстати, посмотрите, немножко как оживает чатик, когда есть какие-то комментарии по поводу ремарки, по поводу того, что происходит у нас на занятии. Так, и давайте немножко поговорим о потусе, вообще о компании и о миссии этого проекта. Изначально отус создавалась как компания для повышения квалификации IT-специалистов. То есть предполагалось то, что есть уже некий IT-специалист с какой-то базой, хочет освоить какую-то новую для себя область, новое направление деятельности, ну, либо углубить свои знания. И, соответственно, вот отус помогал изначально в том, чтобы решить такие задачи. Они относительно локальные, но очень важны, потому что мы знаем то, что развиваться надо постоянно. И тем более, если мы хотим работать в сфере IT. Вот я упоминал про свой опыт, могу сказать, что, конечно же, то, что было 20 лет назад, то, что сейчас, это вообще две большие разницы. И с точки зрения техники, но и даже не только с точки зрения техники, а с точки зрения подходов к работе, как все организовано, как мы вообще воспринимаем эту действительность и как мы себя чувствуем в этой действительности. Поэтому вот это все меняется, надо за этим бежать. То есть, ну, фактически, что можно сказать, для того, чтобы оставаться на месте, надо просто очень быстро бежать. Поэтому курсы отус, они как раз-таки и занимают вот эту нишу, изначально занимали нишу именно догонять те изменения, какие происходят в IT, давать возможность людям развиваться, расти там, вширь, вырабатывать т-шейпинг и оттачивать свое мастерство в профессии. Ну, вместе с тем, IT сейчас действительно тема очень популярная, очень важная, очень классная, очень интересная, могу сказать, да. То есть, она, тут можно заниматься очень разными задачами, очень разными работами. И поэтому, в общем-то, сейчас направление деятельности отус, оно стало захватывать и немного другой сегмент рынка, то есть тех людей, которые хотят войти с нуля в IT, войти в IT. То есть, нуля в IT, я буду начать учиться и за путь этому уже начинать работать вот в этой новой специальности. Это, так, написал, что интернет-соединение устойчиво. Если все нормально, поставьте, пожалуйста, чтобы я не волновался. Итак, вот таким образом от повышения квалификации в IT происходит некое смещение фокуса. И, да, спасибо, плюсик вижу. Происходит смещение фокуса в том, чтобы также давать образование людям, которые никогда IT не занимались, и вот с нуля могли бы освоить комфортные для себя обстановки и эту новую сферу деятельности. Отус занимается исключительно онлайн-преподаванием, и у нас нету оффлайн-курсов, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент. То есть можно в удобном для себя темпе, в удобное время, все занятия начинаются вот примерно в это время, соответственно, осваивать для себя новое и интересное. О составе преподавателей. Задача вообще изначально отусы состоит в том, чтобы давать практические знания. Не какую-то там теорию, которую кто-то вытащил, кто-то там придумал что-то и начинает говорить по книжке или же просто передавать какие-то чужие находки, чужие мысли. Нет. Здесь основа отуса – это именно практика, как практика для студентов, для того, чтобы люди получали именно практические и важные знания и навыки, с одной стороны. А с другой стороны для этого привлекаются именно преподаватели, кто тоже практически руководитель, практически разработчики, практически аналитики, тестировщики. То есть здесь нету, по крайней мере, я не знаю, на нашем курсе точно нету преподавателей, которые были бы просто преподавателем. Ну вот как там, я преподаватель, и все это моя основная интересность. Нет, я наш преподаватель, и у нас, в общем-то, это всего лишь некая дополнительная деятельность, возможность передать свой опыт и передать свои знания. И именно поэтому на курсе тоже практически нет курсов, где бы был бы только один преподаватель. Невозможно вести вот с такой интенсивностью эти занятия и совмещать все это с основной работой. Поэтому как раз-таки на курсе вы встретитесь с разными преподавателями, с разным опытом, с разными подходами, с разными взглядами на то, как устроена работа, как устроено управление. И это тоже очень важно, потому что вы можете уже сами тогда выбирать, а что для вас важно, что вам интересно, и что вы можете использовать в своей практике. Отус имеет образовательную лицензию, тоже важно. Поэтому вот эти курсы можно рассматривать как программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. То есть это не просто послушать вебинарчик, да нет, это нормальная программа профессиональной переподготовки, где выдается официальный документ. Более того, завершить курс можно только лишь после прохождения соответствующего курсового задания. То есть есть некая программа выходная, да, каким образом студенты оцениваются, нужно при обучении на курсе выполнять домашние задания. То есть это вот такое полноценное обучение, не просто пришли, послушали, разошлись. Соответственно, тоже тематика курса и особенности строения курса ориентируются на то, каким образом, на то, кто востребован на рынке. То есть ориентир, прежде всего, на требования к вакансиям, которые открыты, и исходя из этого формируется наполнение курса. То есть рассказов о чем-то, что на рынке не востребовано, здесь нет, потому что, опять-таки, во-первых, практики преподают, а во-вторых, цель такая, чтобы дать практически знания и навыки. Немножко статистики, насколько сейчас Отус крупная компания. То есть у нас, я первый раз сам, честно говоря, эту статистику вижу, вот, но 654 преподавателя вообще-то впечатляет. Более 900 учебных групп, обучение прошло уже более 16 тысяч студентов, 130 образовательных программ, 5 лет на рынке. Интересный слайд, интересная статистика. И сейчас мы переходим, собственно, к нашему, к теме открытого урока, откуда берутся самозванцы, как им с этим жить. В анонсе было, как им с этим работать. Ну, вот как-то работать мне не так сильно понравилось. И я уже в последний момент поменял вот это последнее слово на жить, потому что все-таки мы говорим именно про жизни на работе. Мы говорим про то, что, про комфортность восприятия окружающей действительности. Потому что если вы не воспринимаете то, что вы делаете, как что-то важное, то, что для вас комфортно и интересно, вы, скорее всего, этим будете заниматься не очень дорого. Тоже закон, который всецело работает и применен. И вот цели нашего вебинара, сегодняшнего занятия состоят в чем? Что первое, мы попробуем разобраться в некоторых мотивах, некоторых наших действий. У кого-то, конечно, это прям попадет 100%, скажет, что это я, да, это у меня. Так кто-то, ну, посмотрит и скажет, ну, наверное, такое бывает, либо это, может быть, меня не касается. То есть мы разберем некоторую мотивацию, мы поймем причины дискомфорта и неуверенности в новой для себя области деятельности и научимся держать вот этот уровень дискомфорта под контролем. Чего боятся самозванцы? Вообще самозванец это, если посмотреть на словарик, то самозванец это человек, выдающий себя за лицом, которым он не является обычно в корыстных целях, мошенничества, либо политических целях. Так мы смотрим на самозванцев со стороны и мы видим, вот там человек самозванец, например. Мы знаем, кстати, исторические личности, вот Лже-Дмитрий, кто притворялся, что на самом-то деле убиенный царевич Дмитрий. Вот такие примеры самозванцев в истории мы очень многих знаем. Но у этой истории с самозванцами есть очень интересная обратная сторона. Одно дело, когда люди, окружающие, начинают кого-то считать самозванцем и кто-то оказывается самозванцем. А есть еще такая история, что сам человек может по тем или иным причинам начинать себя считать самозванцем. Что он не тот, на самом деле, как о нем все остальные думают. Вот это ощущение, оно достаточно частое. И вот тут на следующем слайде, на который я сейчас перейду, приведена вот такая картиночка, импостер-синдром, синдром самозванца. То есть человек, вот успешный человек на самом деле, который многого добился в жизни, у которого что-то получается, причем часто всего многое получается. И вот уже есть признание, уже есть и награды, уже есть какие-то кубки, какие-то медали. И человек крутой, классный. А вот он сидит и смотрит в зеркало на себя и думает, нет, а я на самом-то деле не тот самый вот лев, а маленькая серая мышка. Ну, потому что вот это все, оно вот то, что кто-то меня чем-то наградил, какие-то медальки, какие-то кубки. Это все какая-то, ну, не моя заслуга, это случайность, да. Я на самом деле всех в некотором смысле обманываю. И вот это есть синдром самозванца, когда человек считает себя недостойным той позиции, той роли, которую он сейчас занимает. Он считает, что он не дотягивает, что он вот он не дот, да, вот он просто здесь находится, ну, потому что так получилось, но в любой момент может произойти разоблачение. И вот смотрите, здесь цитата, очень такая хорошо характеризующая это ощущение. Нил Гейман, английский писатель-фантаст, вот его цитата. А он он это написал, когда уже было выпущено множество книг, когда там огромные гонорары, известность, популярность, все, вот все как надо. И вот его цитата. Я был уверен, что раздается стук в дверь, и на пороге появится человек с папкой в руках, и он скажет мне, что все кончено, меня разоблачили. Разоблачили, да, и теперь мне придется найти настоящую работу. А вот мне это бумагоморательство. Потому что, ну, ну и что, что я популярный, ну и что, что моя книга, ну и что, что покупать. Ну, я так, как многие, просто как-то вот так сложились обстоятельства. И вот в этом суть синдрома самозванца, что человек думает, что меня принимают как бы за другого. Меня? А раз я думаю, что вот если у меня внутренние ощущения есть того, что я не на своем месте, что меня принимают за другого, что мои достижения это всего лишь, ну, не знаю, катастрофа природная, либо наоборот какая-то природная приятность, но никак не мои заслуги, никак не я сам. Вот. То у меня будет внутри всегда сидеть такой, такой липкий небольшой страх, что каким-то образом выяснится, что на самом деле я не соответствую, я не дотягиваю, да, я вот тот самый самозванец. Особенно, если человек занимает какую-то достаточно серьезную позицию, творческую позицию, какие-то есть вот такие реальные достижения, которые человек может не считать, что эти достижения принадлежат ему самому. И вот почему мы говорим о синдроме самозванца именно на курсе темрида. Тут надо немножко тоже отойти и начать сначала. Почему, собственно говоря, вот эта тема возникает. А возникает она вот по той простой причине, что знаете, вот немножко мысленно, мысленно подумаем, а кто становится этим лидом в IT. Обычно ведь карьерный путь, он, человек, который пришел в IT, примерно такой. Сейчас я буду говорить про разработчика, да, у аналитиков будет немножко по-другому, у тестировщиков тоже немножко по-другому, но смысла от этого вообще не поменяется. Вот приходит джун, разработчик, у него еще джунская позиция, он такой ничего не знает, ничего не умеет, где-то чему-то научился, как-то вот там, он что-то начинает писать и постепенно и очень быстро на самом-то деле он осваивает эту новую для себя сферу деятельности. Становится медлом, уже таким более уверенным, потом становится синьером. И после того, как человек стал синьор, что это синьор-зарабочик? Синьор-зарабочик это тот, кто идеально знает, как писать код, не только язык программировал, он знает, каким образом правильно писать код, какие шаблоны проектирования работают, где могут быть, где могут таиться какие-то ошибки, вот это все он знает. Он достиг некоторого верхнего уровня в профессиональном росте, то есть он достиг, он это прекрасно осознает, он в этом хорошо разбирается, он в этом хорошо ориентируется, вот в этой области, в технике. И тут происходит некое событие, и он становится темледом. Почему становится темледом? потому что, причин на самом деле вообще две базовые. Первая причина, человек сам думает, ну, что-то я уже тут в технике всего достиг, пойду-ка я в темледы. Это нормальное состояние души и понимание, то есть перейти в новую для себя сферу деятельности. А другой путь, он тоже очень похожий, это уже руководство, это учары, это непосредственный руководитель этого сеньора видит, что человек, ну, вроде бы как-то засиживается, надо ему куда-то расти. Слово расти, ну, и куда? Ну, в управление, конечно. Вот становись-ка ты теперь начальником. Хоть небольшим, но начальником. Это достаточно типовая ситуация. Я сейчас еще раз говорю, что это не 100% всегда так происходит. Бывают совершенно разные в жизни кейсы, очень интересные, кстати. Ну, вот, наверное, такой типовой путь, вот именно примерно такой. И здесь что получается? Смотрите, человек находился вот на таком уровне с точки зрения своих профессиональных качеств, своих профессиональных возможностей. он достиг, и затем он переходит и начинает заниматься чем-то другим. И вот там, где он занимается чем-то другим, он находится на самом первом уровне, потому что написание кода, решение технических задач и управленческая деятельность это по сути разные вещи. Это вообще, это не одно и то же. Это просто, если вот тоже, кстати, может быть, кто-то из присутствующих там думает, а нужно ли мне идти в теме лиды. Вот вы подумайте об этом, что вы меняете сферу деятельности тем самым. Да, вы остаетесь в IT, но вместо техники вы начинаете заниматься уже управленческой деятельностью. И с вас спрашивают будут именно за то, насколько хорошо вы умеете управлять. Они настолько, а не за то, вот до этого спрашивали, насколько хорошо вы умеете писать код, насколько там он оптимальный и быстро пишет, и насколько там он хорошо удовлетворяет различным спецификациям, которые вам сказали. А когда управленческая деятельность уже будут спрашивать немножко не за это, не за то, как вы написали код, не за то, как у вас там система, вы ее выстроили, а за то, как работает ваша команда. Вот эти люди, которые вас окружают, будут спрашивать за то, насколько там ваша команда стабильна, насколько она эффективна в целом, а не вы лично. Насколько вы умеете добиваться результата вместе с этой командой, а не вы лично. И вот это совершенно новая область. Совершенно другая область деятельности. И вот первое понимание, которое хорошо приходило, именно это. Когда вы просыпаетесь в смысле, что я стал тембридом, у вас возникает вот это ощущение, не должно понимание в какой-то момент прийти, что теперь я уже буду заниматься другими задачами. Ну, а раз так, то вот это опасение, что теперь я тембрид и ничего не делаю, оно совершенно справедливое. Потому что это правда. Действительно, тембрид, который пришел из технического эксперта, он уже так, а сейчас видно, слышно, хорошо, все нормально. У меня вроде тоже с интернетом. Все ок. Да, и вот действительно, теперь я тембрид и ничего не делаю, вот это утверждение, внутреннее понимание, оно полностью соответствует праве. Действительно, вы теперь уже не делаете то, что делали раньше. Да. вы не делаете то, что делали раньше, вы занимаетесь чем-то другим, другими совершенно задачами. И вот здесь и возникает та самая база для того, чтобы почувствовать себя самозванцем. Вы сменили сферу деятельности, она для вас новая, вы уже там, вот вы уже тембрид, вы уже находитесь вот в этом новом состоянии, вы уже вот этот шаг сделали, вы приняли свое решение, вы там, вы уже работаете, вы делаете дела, и скорее всего, что-то получается. Возможно, с какими-то небольшими ошибками, но что-то уже получается. Но тем не менее, вот менталь в голове. Человек в такой ситуации, в ситуации изменения серьезного в своей сфере деятельности, он может начинать думать. То есть он еще находится там, он еще находится на уровне технического эксперта. Вот он еще в технике. А уже, то есть ментально еще в технике, нейронные связи, сетка еще работает, как вот технар, а на самом-то деле уже задачи другие, уже и должность, уже ответственность другая, и статус другой, и требования другие, и восприятие окружающего другое. И вот здесь человек может думать, ну а почему я-то здесь? Почему я вот изначально? Почему я теперь должен кому-то там раздавать какие-то задачи, приказывать, контролировать, вообще принуждать этих людей что-то делать? Вообще, какое я имею на это право? Вот я же оттуда, я же такой же, как они, но почему я имею право что-то вообще вот этим всем заниматься? Ну и раз так, я еще понимаю, что я сам, я вижу свои ошибки в этой ситуации, потому что человек, который чем-то начал только заниматься, понятное дело, что он будет совершать ошибки, это же нормально, такого по-другому быть не может. Вот вы видите какие-то ошибки, что-то не получается, и может возникать вот эта мысль, вот этот подспудный страх, что вот сейчас поймите, что я на самом-то деле этим лид, или там я не руководитель, или я не аналитик на самом-то деле, или я, потому что, ну потому что я-то еще себя воспринимают в той ситуации, да, я в той своей реальности нахожусь, а уже здесь. И вот синдром самозванцев как раз-таки присущ успешным людям, которые быстро развивают свой успех. Это не та вот, говорят, человек неуверенный в себе, нет, это не совсем так. Человек неуверенный в себе, он не принимает решения, он стоит на месте, он не идет вперед. Он думает, ой, ну я, у меня не получится, у меня не это, у меня не то. Вот он, вот это неуверенность в себе. Вот ощущение самозванца, это страх, когда вы уже переступили черту, вы уже там, и вы вот в этой новой реальности находитесь, у вас есть уже какие-то достижения, но все равно может возникать вот это подспудно, что, а вдруг поймут, что я что-то делаю не так, а вдруг поймут, что я не совсем соответствую вот этой позиции, а вдруг поймут, а вдруг это, вдруг вот увидят, что что-то не то. И вот он возникает, этот страх, который создает дискомфорт, прежде всего, эмоциональный дискомфорт, когда вы ощущаете себя, ну как-то не в своей тарелке, я не здесь. Был хороший, мне нравится фильм, «Квартета ИИ», он уже, правда, не знаю, ему лет пять, а может больше даже, о чем говорят мужчины, вот там, они хорошо, у них есть монолог как раз по этому поводу, что приходит человек в такой пафосный ресторан, где все такие пафосные, в смокингах, дамы в золоте, и на входе стоит такой, все блестит золотое, и на входе швейцар стоит, да, и вот смотришь на него и хочется сказать, «Дядя, я уже не маленький, мне уже 40 лет, пустите, пожалуйста». Вот такое ощущение себя, что я как бы не совсем соответствую ситуации, оно достаточно часто, и с одной стороны является тем, что нам помогает, об этом мы поговорим попозже, а с другой стороны, конечно же, это уровень дискомфорта, и та самая гирька на ноги, с которой приходится идти вперед. А идти вперед приходится, потому что мы уже здесь, у нас уже нет пути назад, и все, выбор сделан, приходится соответствовать. Давайте посмотрим на некоторые вопросы. Вот как можно себе найти и понять себя, есть ли у меня вот этот страх, есть ли у меня вот этот синдром. Потому что вот то, о чем я сейчас говорю, оно не всегда приходит сознательно, да, это во многом бессознательный процесс, потому что как раз-таки бессознательное нас тянет туда, к тому прошлом опыту, где мы себя чувствуем в своей тарелке и наверху, да, и с другой стороны у нас есть восприятие реальности, которое еще бессознательно может не полностью себя воспринять. Вот я иногда на курсе делаю очень небольшой тестик. Сейчас, наверное, не будем его проводить, а тестик очень простой. Интересно тоже статистика. Я прошу за три минуты выписать какие-то свои достижения, которые как бы любые в жизни. напишите там профессиональные, какие-то личные, то есть что вы считаете действительно достижения, любые. Что приходит? Три минуты. И вот люди в разных группах пишут разное, потом я прошу через некоторое время, чтобы мне сказали просто цифру, сколько вы написали достижения. Вот интересен разброс. то есть кто-то вообще может за три минуты вспомнить всего лишь два достижения, кто-то нам пишет пять, шесть, кто-то пишет пятнадцать. Но факт состоит в том, что по жизни у каждого человека, у любого человека, вообще у любого человека есть совершенно объективные достижения. И их, конечно же, больше двух, больше даже пяти. и у кого-то это будет достижение профессиональное, у кого-то финансовое, кто-то, например, какую-нибудь акцию купил и продал, у кого-то будут в личной жизни какие-то классные вещи, классные дети, например, кто-то, например, смог выходить собаку какую-нибудь, который подобрал на улицу с подбитой лапкой. Это же тоже достижение, тоже круто. Но вот этот разброс, он говорит о том, что разные люди свои достижения воспринимают по-разному. Кто-то воспринимает, что ну, а что я сделал? Это ничего, но это же я сделал ничего особенного, это любой человек так сделает, и какое же это мое достижение? Ничего я буду выписывать. Самое интересное, что вот это выписывание, оно идет в режиме скрытым, то есть не надо писать, не надо публично делиться, это чисто для себя. Поэтому я говорю, что вот этот синдром самозванца это внутренняя прежде всего ощущение, и внутреннее ощущение, которое не позволяет какие-то свои вещи, какие-то свои действительно дела, достижения, успехи назвать достижением и успехом. Ну, просто, само собой разумеется, сложно вспомнить. и вот у разных людей разное восприятие. И вот вы можете себя проверить, просто задав себе такие вопросы. Приписывали ли вы когда-нибудь свой успех удачному стечению обстоятельств либо случайностей? Ваш успех, связанный он со стечением обстоятельств, или это вообще было все просто случайно? Согласны ли вы с утверждением, если я могу, то и любой может? Кстати, очень интересное утверждение, очень многие люди так и считают, что да, я что-то умею классно делать, но это же все мудры. Испытываете ли вы страдания из-за мелких недочетов в своей работе? Чувствуете ли вы себя подавленными даже после конструктивной критики, видя в ней прямое доказательство вашей непригодности? Вот этот вопрос задайте себе, потому что по-своему я могу сказать, что люди любую конструктивную критику, ну не как информацию, размышлению, что надо что-то сделать, а поменять в своем поведении или наоборот просто принять в умание, что да, меня воспринимают так. А многие принимают критику в штыки, агрессивно начинают защищаться. Не надо даже защищаться, когда есть просто сказано, что, например, вот забор покрашен в серую краску, да, и кто-то начинает говорить, нет, ну это же не серо, это же там вот, и начинается вот такие уход в защиту. То есть, ну даже по фактам, где как бы и нападений нет, вот что бывает. и это тоже часто проявление того самого синдрома самозванства. человек пытается исключить любые намеки на то, что он сделал что-то неидеально. Вот такой интересный вопрос для самопроверки. Ну, следующий вопрос. Появляется ли у вас ощущение, что вы снова всех обманули, когда вы добиваетесь успеха? Ну, это прямо вот такое, да, вот чувство, это вопрос практически прямой, чувствуете ли вы себя самозванцем? И беспокоитесь ли вы о том, что вас разоблачат? И это только вопрос времени. Тут модификация этого вопроса, она ведь такая, что чувствуете ли вообще себя, что вас могут разоблачить и понять, что вы не соответствуете той позиции, той должности, тем задачам, которые перед вами стоят и которые нужно выполнить. Вопросы. Вы можете сейчас, возможно, уже какие-то какие-то вопросы ответили. В общем, чем у вас больше положительных будет ответов, тем, соответственно, вы ближе к этому, к обладанию замечательным синдромом, синдромом самозванца. Я, кстати, хочу сразу сказать, что это не какая-то психическая болезнь, не надо идти к психиатру, там, не знаю, куда-то и уже говорить, что все пропало, все у меня уже тут нет. Это нормальное состояние психики, просто нужно учитывать, что такое бывает. Бывает не только у вас, бывают у многих вокруг вас, и это, в общем-то, все является таким, ну, совершенно нормальным явлением. Вопрос дальше в другом. Почему, какие могут быть минусы вот этого синдрома, и как они могут мешать вашей, прежде всего, управленческой деятельности? Это первый вопрос. А второй вопрос, нужно ли с этим бороться, и если нужно, то как? Итак, сначала поговорим о том, что требуется, какие факторы должны сработать для того, чтобы этот синдром самозванца появился. Прежде всего, должна быть субъективная целька. То есть, вашей деятельности должен быть некий элемент творчества и отсутствие каких-то четких метрик результатов. То есть, с одной стороны, а с другой стороны должна быть оценка. То есть, кто-то вас должен оценивать. Оценивать может вас, могут вас коллеги, начальство, там, сообщество, в котором вы принимаете участие, ну и вы, конечно же, вы сами. Вы сами себя оцениваете, и самый главный человек вообще на Земле для любого из нас это именно я сам. Поэтому, когда вы себя оцениваете, то эта оценка тоже может ваша самооценка, может приводить к тому, что вы начинаете смотреть свои действия и думать, что что-то я не совсем соответствую. На поводу элемента творчества и отсутствия метрик результата. Смотрите, синдром самозванца, он не возникает у людей, которые занимаются здоровым физическим трудом, где есть четкие метрики. То есть, если надо, не знаю, выкопать траншею, то там все понятно. Человек либо быстро копает, либо медленно. Здесь не может быть такого, что я не очень хорошо выкопал что-то. Потому что, если даже такое возникнет, то очень быстро пройдет. Потому что, метрика понятна, все, я копаю 20 метров в день, все хорошо. я молодец, я соответствую нормам, какой здесь не может появиться подозрение, что я чему-то не соответствую. Но как только появляется некий субъективизм, некое отсутствие метрик, то сразу же возникает вот это подозрение. Хорошо, вот я что-то сделал. Я это сделал хорошо на самом деле или плохо? Меня оценили, что я сделал хорошо. А может быть, я не хорошо сделал, мне просто они ошиблись, когда оценивали, что я сделал хорошо. Ну и, соответственно, да, должна быть оценка. Вот почему здесь я выделил сообщество, начальство, коллеги. Давайте посмотрим. Коллеги, вы пришли из разработки, вы технических специалистов, то в этой группе вы становитесь перед ним рядом. И на вас начинают смотреть, как мы руководители. Но вы же, соответственно, вокруг вас ваши коллеги. с которыми вы раньше взаимодействовали в другом качестве. И вы можете подумать, что они на вас смотрят ваши коллеги. Именно на вашем предыдущем качестве, в вашем предыдущем качестве, они в качестве руководителя. И хотя они на вас будут уже смотреть, как на руководителя, но вы там будете представлять, что как бы они смотрят на вас, как на того человека, кого они раньше знали, а значит, они будут оценивать вашу деятельность, используя те критерии, которые для них были важны. А раньше, когда вы были техническим специалистом, важны были технические критерии. Значит, если вы сейчас потеряете какую-то техническую экспертизу, ваши коллеги вас начнут оценивать отрицательно. То есть, не так хорошо. такой может быть. Может быть, такой ход мысли. Может быть. У кого логика в этом на самом-то деле есть. А раз так, значит, вы боитесь то, что коллеги, человек, который пришел в тем лиды, боится то, что коллеги начнут его оценить как-то негативно, да, потому что вы стали руководителем, и стали вообще не соответствовать вообще их ожиданиям, потому что раньше вы делали все лучше. Такая ментальная конструкция может возникать, но и тогда такой начинающий руководитель начинает как бы дальше пытаться поддерживать свою суперэкспертность именно в технологическом плане. Но для руководителя это не очень здорово, потому что руководители, как я уже сказал, немножко другие задачи. Вот. Ну, то же самое начальство, да, начальство взяло, кто-то вам оказал доверие, еще сказал, я тебе там доверяю, все вот это, и хочется оправдать, и хочется не уронить себя в глазах начальства, да, тоже. А вдруг начальство, которое как бы мне доверило что-то, вот сказало, что да, ты там сможешь, ты круто, ты все это, и вдруг я сейчас что-то покажу, и на самом-то деле в любой момент они могут передумать. Потому что они случайно меня выбрали, и так же случайно они могут меня передумать и сказать, что свидание какой-то, какой-то руководитель, декабрь, опять идей, год пиши. И триггерами для возникновения синдрома является что? То, опять-таки, с чем сталкиваются начинающие руководители, пришедшие из техники. Это повышение по службе, новая должность, роль, новый проект. Изменение вот этой восприятия себя, изменение основного вида деятельности, и все. И у вас может триггернуть и возникнуть этот синдром самозванца. Резкая смена сферы деятельности. Тоже, если вы переходите, например, в другую сферу деятельности. Иногда бывает смена формата работы. Даже вот такая штука, как переход, например, от описной работы к удаленной, может тоже триггернуть в какой-то степени возникновение синдром самозванца. Человек может начать считать, что он где-то не дотягивает, когда я работаю удаленной, и начинаются переработки. Потому что, а вдруг разоблачат, что я там работаю удаленной не так же много, как надо. Тоже такое бывает. Кстати, тоже у нас есть курс, будет тему про удаленку. Там тоже на этом немного подробнее останавливаемся. Неверие со стороны значимых людей. Кто-то в нас не верит. Различные собеседования. Когда вы приходите, вам задают кучу технических вопросов, а вы знаете только часть ответов, и люди там тоже сидят, и вроде бы очень компетентные, и много знающие, а вы на какие-то их вопросы ответить не можете, но тоже может возникать вот это, что, ой, кто я вообще такой-то, я тут непонятно, ничего не знаю. На самом деле. Туда же конкурентную среду, релокации, ну и целенаправленные манипуляции. Я же в тебя верил, я тебе доверяю, ты можешь больше, ну и так далее. Вот эти слова, они тоже часто приводят к тому, что возникает ощущение, что меня в любой момент могут разоблачить и будут последствия. Причем самое интересное, что никто же не знает, даже в этот момент никто не думает о последствиях, а сам страх разоблачения, что кто-то поймет, что что-то не так. Вот интересно, да, потому что если мы начинаем вот эту ситуацию раскладывать чисто рационально, чисто логически, тут проблем вообще нет. Ну какая разница? Да, понятное дело, я начал новую для себя деятельность, я начал заниматься управлением, понятное дело, что это моя первая работа, я могу совершать ошибки. Почему нет? Это же естественно, если мы рассуждаем логично. Да, и люди, которые меня поставили в должность, если опять мы рассуждаем чисто рационально и логически, они тоже это понимают, потому что они вероятно не дураки, они понимают, что человек, который что-то только начинает, он будет скорее всего какие-то ошибки совершать. Но нам не хочется, чтобы кто-то подумал, что мы совершаем ошибки, нам хочется все-таки быть, нам хочется соответствовать ожиданиям. И вот возникает вот этот страх, что что-то пойдет не так и могут разоблачить. А теперь посмотрим, почему это не очень здорово. Ну, конечно же, если бы я был бы человеком из поколения Z, а не из поколения X, то я бы, наверное, сказал бы, что этот страх разоблачения, этот синдром санкзланца приведет к тому, что человек быстро выгорает и вообще будет некомфортно жить, не очень неприятно будет, не здорово. Но, так как я немножко из другого поколения, я на это тоже посмотрю с другой точки зрения, а именно с более рациональной. Ну, потому что, в общем-то, внутренние ощущения, ну, там, выгорание для руководителя, это, на мой взгляд, немножко несерьезно, потому что руководитель, он сам, в общем-то, определяет свою жизнь, он сам автор своей жизни, своей позиции, своих мироощущений, поэтому выгорание, как-то можно научиться бороться с этим. А есть немножко другие последствия, которые тоже, которым приводит этот синдром самозванца. Первое, это экспертность, излишняя экспертность. Мне нужно знать абсолютно все в своей области. Ну, если я чего-то не знаю в своей области, значит, я не эксперт. Человек, который боится, что его разоблачат, что он не соответствует чему-то, он, соответственно, может пойти по вот этому пути, становиться суперэкспертом, знать все, обладать абсолютной экспертизой и очень болезненно воспринимать, что если он чего-то не знает. Второй вариант развития событий это перфекционизм. Мог бы сделать лучше. Ну, тоже известный факт, что что бы вы ни сделали, вы никогда это не сделаете абсолютно идеально. Всегда есть, что подправить. Недаром великие художники некоторые свои картины рисовали просто годами, перерисовывали, дорисовывали, ну, потому что вот никто вот этого идеала. Кстати, художнику это можно делать вот в таком режиме работы. Супермен. Суперменность. Соответственно, да, многозадачность. Я могу взять еще больше, больше, больше работы, все сделаю. И в какой-то момент Супермен, такой человек, который берет на себя больше и больше задач, он, соответственно, загоняет себя в угол, но уже выбраться из этой ситуации он не может, потому что уже все задачи выбраны, на нем все завязано, висит, и что делать с этим, непонятно. И вот здесь уже возникнет не просто выгорание уровня, ну, мне как-то что-то скучно, и мне как-то вот я весь выгорел, а уже может возникнуть и реальное физиологическое выгорание, когда человек просто не высыпается, не досыпает хроническая нехватка времени, вот к чему ведет, в общем-то, превращение себя в Суперменом. А поверьте мне, стать Суперменом, человек, который отвечает и за это, и за это, берет и эту, и эту задачу и делает там, и там, и там, когда вы становитесь руководителем, гораздо больше шансов, чем вы просто исполнитель. Потому что, если вы исполнитель, и у вас над вами стоит хороший руководитель, ваш руководитель будет думать о том, чтобы не перегрузить вас задачами. а здесь, когда вы становитесь руководителем сами, да, вот есть такой тренд, опасность, что да, вы нахватаете очень много, возьмете на свои плечи очень многое, что вы не сможете просто нести. Ну, природный гений это такой относительно мягкий сценарий, куда может привести синдром самозванца, то есть, ну, просто человек считает, что да, и очередной мой успех, да, очередная удача, но за счет там каких-то своих, ну, просто мама таким родила, в общем, так оно и должно быть. Ну, здесь основной минус состоит в том, что, конечно же, тогда, а где стимулы для движения куда-то вперед, да, но если вот так оно все от природы, да, где там стимулы какие-то развиваться. Ну, тут вот тоже такое может быть последствия. И еще тоже частые последствия синдрома самозванца, это яростный индивидуализм. Я сделаю сам. Ну, вообще, в я-саме это есть, могут быть разные причины, ну, это та самая суперменностность, желание быть суперменом, ну, я-сам еще может быть обусловлен чисто страхом. Вот представьте себе, вы начинаете какую-то деятельность, в чем вы, в которую вы не очень хорошо или здорово ориентируетесь. Ну, представьте, да, вот чем-то, что-то вы начали делать. И у вас есть при этом страх, что кто-то поймет, что вы в этой деятельности еще далеко не профи и такой новичок, начинающий, совершающий ошибки. И вот когда нужно что-то делать в паре, в коллективе с кем-то, вся ваша деятельность, все ваши ошибочки, они становятся сразу видны. Сразу же. есть подспудный страх разоблачения. Ну, кто же пойдет на то, чтобы вас разоблачили сразу? Нет. Поэтому лучше я там сделаю что-то сам-сам-сам, сам собой. И вот уже, когда у меня будет что-то готовое, хорошо там отработанное, проверенное, заверенное, тогда я уже готов с кем-то поделиться. Очень часто, кстати, бывает это, когда человек, например, получает какое-то задание и просишь, например, задание написать документацию. И вот он там говорит, ну нет, я пока еще не могу дать ничего, потому что я еще там не готов, ну, потому что еще там не готов. Вот этот страх, что человек еще понимает, что он где-то чего-то не сделал, не дотянул, где-то что-то не допроверил, он не выдает свою работу на публичное, на публичное, не то, что даже обсуждение, а на публичное ревью. Соответственно, это тоже во многом исходит из того, что человек, находясь в какой-то ситуации, выполняя какую-то работу, не совсем уверен в том, что он соответствует этой позиции. Был довольно-таки большой опыт работы с начинающими достаточно аналитиками, вот там проявляется во всей своей красе. Вот эти все моменты и последствия синдрома с мазванцем. Вот если мы возьмем каждый пункт, то в общем-то они же, если так посмотреть на все это, они неплохие. Ну смотрите, разве плохо быть экспертом? Ну наверное хорошо. И даже это похвала может быть. Ты эксперт, ты настоящий эксперт. Это же здорово. Перфекционизм. Ну с перфекционизмом все, конечно, посложнее, но тем не менее мы тоже говорим, но часто можем сказать в очень позитивном ключе, что этот человек все делает идеально. У него все вообще блестяще. Это круто. Ну Супермен тоже человек, который делает множество задач, может и здесь помочь, и здесь помочь. Ну тоже вроде бы очень здорово. Человек, который там не делает какую-то работу самостоятельно, не готов ее давать на ревью другим, на суд другим до тех пор, пока не доведет до какого-то хорошего состояния, ну тоже, в общем-то, ничего в этом глобально плохого нет. А вот эти все минусы, они начинают себя очень сильно проявлять, точнее минусы-плюсы. В обычной жизни это минусы-плюсы. Но для руководителя вот эти минусы-плюсы, они превращаются в чистые минусы, потому что руководитель, он не может быть экспертом. Возвращаемся к началу сегодняшнего занятия, что у руководителя свои задачи, управление командой, создание в команде определенной атмосферы, контроль, постановка задач, операционка, вот это все, это все задачи руководителя. Если человек будет пытаться быть экспертом в какой-то узкой области, а экспертом можно быть только относительно узкой области, то, соответственно, невозможно будет решать весь широкий спектр задач, которые придется решать руководителем. То же самое перфекционизм. Руководитель не может быть перфекционистом от слова совсем. Потому что вообще руководитель это такая должность и роль не очень приятная, если честно говоря. Очень часто приходится выбирать наименее плохое решение из плохих. Это бывает очень сложный выбор. Вот и так плохо, и так плохо, и так плохо, и надо выбрать что-то наименее плохое. Это тоже особенность работы руководителя, и поэтому руководитель перфекционизм скорее всего долго не сможет прожить. То есть задача руководителя прежде всего соблюдать баланс того, что действительно надо, того эффекта, того результата затраченными ресурсами и временем. Руководитель как раз балансирует результат и ресурсы, время, которые требуются на то, чтобы получить этот результат. Художник, которых я упоминал, он может себе позволить быть перфекционистом. Он может много раз перерисовывать одну и ту же картину. Он отвечает за эту картину, он может создать в конечном итоге действительно гениальное какое-то произведение искусства, которым будут любоваться и которое переживет этого художника до века. Но это то, что позволено художнику, не позволено руководителю. Индивидуалистам тоже руководителю быть не очень здорово, потому что нужно постоянно получать обратную связь, давать обратную связь, получать обратную связь и, в общем-то, быть достаточно публичным в своих деятельностях, в своих поступках, потому что смотрите, тоже особенности руководителя в том, что это лидер. мы приматы устроен таким образом, что мы замечаем то, что происходит вокруг нас, то, что происходит с каждой из сторон вокруг нас, но основное внимание мы уделяем лидеру, лидеру в нашей группе, в которой мы находимся. Поэтому если вы находитесь в должности руководителя, то будьте готовы, что прожектор направлен на вас и все ваши поступки, они будут очень хорошо замечаться командой. Команда может об этом вам не сказать, но поверьте мне, люди замечают и будут замечать все ваши шаги. То есть, если вы сидите просто исполнителем, ну, вы один из многих. Если вы лидер, то вы подсвечены, вы в фокусе. Вот. Такие у нас опасности возникают, если оставить синдром самозванца без контроля. И здесь я еще раз повторю такой свой тезис, который я уже говорил, что вот этот страх разоблачения во многом он бессознательный. И во многом он проявляется, если только начать копаться и разбираться в себе. Что мы начинаем понимать, отчего же мы боимся, а почему мы действуем так, когда мы начинаем определять мотивы наших поступков. И зачастую, что, ну, например, мы можем сказать, что я не воспринимаю конструктивную критику, потому что отчего они критикуют вообще, отчего я же тут все правильно сделал. но в основе такой реакции будет скорее всего лежать подсознательный страх, что да, сейчас кто-то оп, меня поймет и разоблачит и скажет, что нет, я не соответствую. И вот посмотрим на картинку мира того самого самозванца, ну, или человека, который себя назвал самозванцем. Кстати, его еще так не называют, окружающие, окружающие его воспринимают нормально, как руководителя, как канавитик, как эксперта, как специалиста, вот, в той роли, в которой он находится. Но он сам себя воспринимает как самозванца, да, и вот тогда картинка мира примерно такая складывается в голове. Огромный круг это знание, да, ну, знание, компетенции, умения, способности, все что угодно. Это то, что вообще знают другие окружающие. А я, маленький кусочек, это синий квадратик, синенький окружочек, такое маленькое подмножество вот этого огромного массива знаний. Ну, а раз я ощущаю, ну, знаю только маленький кусочек, то что мне с этим делать-то остается? Мне остается только лишь бояться, что, да, сейчас выяснят, что вот этот большой объем знаний это не мое, что я очень ограниченный человек, да, что я очень ограниченный специалист, я очень ограниченный руководитель, я где-то не дотягиваю, когда возникает вот такая картина мира. Вообще, картина мира, она, нарисована этой картинке, она не очень сильно далека от реальности, но реальность немножко другая, все-таки. Реальность вот такая. Кстати, виден курсорчик на экране, то, что я сейчас вожу мышкой? Нет, не видно, нет, ладно, там звуки видно, но тогда не буду лишний раз мышку дергать. Вот, действительно, картина мира такова, что в реальности мы знаем только лишь какое-то подножество всех знаний, умений, компетенций. Мы не идеальны, и мы не можем быть идеальными. Но дело все в том, что вот этот синий кружочек реальной картине мира, он действительно не совпадает с большим оранжевым кругом. Но большой оранжевый круг это не то, что знает кто-то в этом мире. Это круг, который состоит из знаний множества других людей. И у каждого из других людей тоже будет свой синенький кружочек. Возможно, этот синий кружочек других людей он будет даже меньше нашего. Но так как их много, так как знания распределено, так как это знание распределено, то, конечно же, знание каждого индивидуального человека, оно будет казаться очень ограниченным. Но если мы сравним себя не с вообще общим облаком знаний, а начнем себя сравнивать с другими людьми, конкретными людьми, то там картинка будет серьезно меняться. вот это на самом деле это принятие фактов. Принятие фактов, первое, то, что мы не идеальны, то, что мы не являемся всезнайками, а уж тем более мы далеко не все умеем. То есть наши компетенции, наши умения далеко не идеальны и не абсолютны. Но тем не менее мы обладаем своими сильными сторонами и в сравнении с другими наши сильные стороны могут быть гораздо сильнее, чем сильные стороны других людей. А вообще сравнивать вот это себя с другими смысла нет, потому что вы уже находитесь вот в этой позиции, вы уже поставлены делать вот это дело, заниматься вот этими вопросами, вот этими задачами, и знаете вы, не знаете, это уже не важно. важно выполнять задачи, идти вперед, приобретать дополнительные какие-то знания, нарабатывать при необходимости компетенции, вот, и забыть про то, что там кто-то может прийти и разоблачить. И вот следующий вопрос такой, смотрите, а нужно ли бороться синдром вот этим самозванцем. Почему вопрос? Потому что с одной стороны это, конечно же, некий внутренний дискомфорт, некий внутренний страх. И мы говорили о том, каким профессиональным деформациям может привести вот этот страх, что мы не очень хотим, чтобы это произошло. Но с другой стороны, с другой стороны, как ни крути, а страх это самый сильный мотиватор, один из сильных мотиваторов. Как известно, что бывают лучшие модели управления, это две морковки, одна с перья, другая сзади. И соответственно, страх это одна из морковок, которая заставляет двигаться вперед. И когда мы говорим про то, что вот есть такой синдром, мы сегодня о нем поговорили, смотрели, когда он появляется, откуда появляется, каким последствиям может приводить, а возникает вопрос, нужно ли с ним бороться на самом деле. Потому что ведь мы тогда боремся с нашим мотиватором, который нам может помочь идти вперед. Вот как вы думаете, напишите в чатик, тут опять-таки нет правильного ответа, ваше мнение, ваши мысли. Нужно ли бороться с синдромом самозванца, а если да, то в каких ситуациях? Нет, да. Так, еще варианты. Да, да. когда он тормозит тебя и команду. Спасибо. Вот, наверное, последний ответ в чате, это как раз-таки и будет ответом на этот вопрос. Почему важно понимать вот этот синдром? Почему важно понимать это ощущение? почему важно понимать причины? Потому что когда мы понимаем некое явление, мы можем его контролировать и понимать, является ли оно сейчас стимулом, или оно уже начинает нас держать, как та самая гирька, привязанная к ноге. Понимая природу вещей, можно уже начать для себя рационально оценивать. вот сейчас хорошо, меня могут я что-то не знаю, меня да, вот тоже отличный ответ, да, почему бороться. Понимать, вот вы понимаете, что вот такое бывает, и вы не одиноки здесь, что такое вполне может быть и случается с очень многими. Если вы начинаете понимать структуру этого явления и к чему оно ведет, то вы соответственно каким-то негативным последствиям, если вы уже начинаете наблюдать, что возникает какой-то негатив из-за этого внутреннего страха, тогда соответственно с этим нужно попытаться побороться, его как-то попытаться минимизировать. Но если это действительно является просто классным стимулом, почему бы нет, почему этим не воспользоваться, зачем действительно бороться самим собой, и в любом случае синдром самозванца пройдет, просто вопрос когда, вопрос во времени, и если он не тормозит, если он вам мешает дивидировать, если он вам не мешает заниматься управленческой деятельностью, если вы несмотря на то, что боитесь, вас поймут, что вы не эксперт, но тем не менее вы считаете, что допустимо быть не экспертом, соответственно, начинаете заниматься широким кругом задач, то есть у вас этот синдром не приводит к каким-то проблемам, как в личном восприятии, так и в профессиональных результатах, то действительно можно его просто использовать как классный стимул. Но если все-таки захочется побороться, а такое тоже может быть, потому что когда у нас что-то висит подсознательно, у кого-то просто это будет сильнее, у кого-то это меньше будет выражено. И если вы понимаете, что вот это ощущение страха, разоблачения, что я здесь не соответствую чему-то, действительно является тормозом, является гирей, который не позволяет двигаться вперед, то что с этим можно сделать? Первое, это, конечно, общение. Получение максимальное общение с коллегами в своем кругу по своей сфере деятельности, потому что когда вы общаетесь, вы получаете сразу же обратную связь. То есть вы даете какую-то обратную связь, и вы получаете обратную связь от своих коллег. Может быть, кто-то вам что-то скажет, вы можете обратную связь получить по действиям, вы можете обратную связь получить по какой-то вербалике, в любом случае вы обратную связь получаете, и соответственно Вы понимаете, что вы уже нигде не сидите в своей коробочке скрытой, да, вы идете в мир, ну, соответственно, если вас уже не разоблачили, то, наверное, не разоблачат, примут такими, как вы есть. Учиться. Учиться, конечно же, это всегда, чем больше знаний, чем больше опыта. Вы понимаете, какой-то момент времени, что я вот этот момент не понимаю, да, или же я не знаю, как действовать в этой ситуации, или же я не знаю, там, какие-то бест практики. Ну, значит, всегда можно пойти поучиться, пойти на те же курсы, почитать книги, посмотреть вебинар, ну, в зависимости от того, какой у вас возникает вопрос. Работать, не уходить от ситуации, не пытаться бояться, а просто работать, делать свое дело. И вот важные моменты – это стремиться к оценке достаточно хорошо. Не перфектно, а достаточно хорошо. Это здорово. Если вы сможете выработать из себя вот этот критерий оценки своей деятельности, что я делаю работу достаточно хорошо, это очень сильно вообще поможет. Особенно в управленческой деятельности. И вы всегда, вот знаете, вот такой подход, он чем хорош? Вы всегда можете для себя поднимать эту планку достаточно хорошо. То есть сегодня у вас достаточно хорошо здесь, завтра здесь, послезавтра еще чуть повыше. Никогда не дойдете до перфекционизма, но когда вы чувствуете силы, что можно поднять планку, вы ее поднимаете. Вот, ну, это сам подход, что достаточно хорошо против идеально. И снять маску, просто в какой-то момент сказать, оп, я здесь ошибся, да, оп, я этого еще не знаю. Признаться этой команде. Пойти к вашему руководителю, если у вас там нормальные отношения, почему бы не просто не сказать, слушай, вот тут у меня возникла такая проблема управленческая, я хотел бы там обсудить, какие у вас есть варианты, что тут можно сделать. С какими-то руководителями это сработает идеально, с какими-то, к каким-то лучше с этим не обращаться, к каким-то вы обратитесь, не получите то, что вы хотели. Но в любом случае, любая такая попытка, она, скорее всего, хуже не сделает, вы тем самым снимаете маску для себя, вы тем самым расслабляете, да, то есть, ну, я все, я поделился этой проблемой, да, я получил какую-то, какую-то рекомендацию, ну, либо не получил. Ну, я обозначил, что да, ну, в данной ситуации я там пока еще что-то не умею. Ну, я научусь, а почему? Я же учусь, я же вот, меня недавно совсем поставили на эту позицию. Я иду вперед, учусь, повышаю компетенции, получаю новые знания. Так, давайте я сейчас почитаю, что в чатике написано, потому что я вижу, много было сообщений. Так, это так. Он сам пройдет со временем, надо бороться не с синдромом, а с его влиянием у меня на человека. Совершенно верно. Спасибо. Так, а когда я рос... Вот, отлично, комментарий. Спасибо за длинный комментарий в чате. Вот, почитайте. Да, действительно, так очень часто бывает. А я не буду зачитывать, вот, в чате все это есть. Так. Ну, и давайте перейдем к разделу вопросов. Если они есть, готов на них ответить. Можно чатик написать. Да, я вижу, так, кто-то вводит текст. Тут даже не пишется кто, но кто-то. Так, ладно, я смотрю, текст больше не вводится. Давайте тогда пойдем дальше. Если вопросы возникли, то можно будет еще после окончания со всем занятия тоже их задать. С удовольствием на них отвечу. Давайте тогда остановимся на основных тезисах, которые мы сегодня обсудили на сегодняшнем занятии. Что, начиная новую и важную, главное, важную для себя деятельность, многие сталкиваются с синдромом самозванца. И вот этот страх разоблачения, который достаточно объективный и присутствует у многих, он вызывает не только дискомфорт, выгорание и все такое, но он может приводить к определенным профессиональным информациям, быть гирей на ноге, мешать двигаться вперед. А факт есть то, что действительно знать и уметь все невозможно. Вы знаете какую-то часть, но и никто другой тоже не знает всего. То есть общее знание, оно формируется из знаний других, поэтому то, что вы не знаете всего, это вообще абсолютно нормально. И если вы что-то не умеете, это тоже абсолютно нормально. И синдром самозванца это действительно сильнейший мотиватор, но его нужно и можно контролировать. Если он начинает вам мешать в деятельности. Если вы понимаете, что корень возникновения каких-то страхов, каких-то проблем, вы, соответственно, можете дальше уже предпринимать какие-то действия для того, чтобы поставить вот эти негативные явления, которые возникают под ваш личный контроль, под ваш авторский контроль. И вот вспомнилась история про основателя Атласиана, какие-то его там тезисы, воспоминания. Он пишет, что еще когда только был начинающий, начинающий разработчик даже, наверное, еще, вот, он довольно много летал между Штатами и Австралией. Соответственно, накопилось много бонусных миль этих полетных. И он как-то решил потратить эти мили на бизнес-класс. Ну, а он такой, опять ощущает себя именно разработчиком, джинсов, футболочек, ну, мили есть, не сгорать же. Вот, он решил, значит, пойти в бизнес-класс. Ну, и говорит, прихожу там, вообще чувствую себя не в своей тарелке, потому что... Потому что там какие-то люди совершенно серьезные, там, бизнесмены с чемоданами, со всеми. Ну, а я тут, в футболочке, вообще непонятно, кто и что я здесь делаю. И вот он говорит, и подходит вдруг ко мне какая-то женщина, ну, просто потрясающая женщина, и начинает о чем-то со мной говорить. Я понимаю, что она меня просто, ну, приняла почему-то за кого-то из другого, да, за какого-то другого человека. Вот. И первая реакция была, что, ну, идти, да, просто сказать, что я не... Ну, там, и вообще, отстаньте. Вот, но женщина потрясающая, и он тогда выбрал немножко другую тактику. Он притворился, стал соответствовать той роли, которую ему приписала вот эта потрясающая женщина. Ну, результат, крепкая семья, там, сколько-то строили, четверо детей. Ну, в общем, бывает и так. Хотя вот здесь синдром самозванца был, но человек решил, что вот в этой ситуации... Хорошо. Меня приняли за кого-то другого, а я буду соответствовать. Тоже вариант. Давайте сейчас немножко пройдемся по программе курса, собственно, TeamLead. Так, можно перейти сразу по прямой ссылке вот по этому штрих-коду. Тут также указана ссылочка. А я сейчас постараюсь переключиться на демонстрацию экрана. А мы сейчас зайдем просто на лендинг. Так. Сейчас, минуточку. Так. Давайте сейчас вот так я сделаю. Мой экран, я думаю, виден. Так. Набираю. Мой экран виден. Так. Тогда я сейчас пойду по ссылке. Открыт сайт Отуса. Здесь у нас общая информация о, соответственно, компании. Вот. Идем... Идем вот сюда. Все курсы. Так как TeamLead это управленческий курс, то идем в раздел управления. Дальше вот он, каталог управленческих курсов. Ну, тоже можете посмотреть. Тут множество различных курсов, которые есть. Вот он, наш курс TeamLead. Так. Следующая группа начинает, стартует 28 февраля. Как я уже говорил, курс, в общем-то, рассчитан на начинающих TeamLeadов и для тех, кто, в общем, дальше совершенствует свои навыки в управлении людьми. Курс построен на практических занятиях, но ведут курс несколько преподавателей. Так. Где тут о преподавателях? Руководитель курса Александр Пряхин, также ведет Алексей Кирсанов, ваш покорный слуга Дмитрий Смирягин, Андрей Волков, Эльвира Милентьева, Илья Прахт, Евгений Картавец. Разные совершенно люди из разных компаний, кто-то там из банковской сферы, кто-то из телекомов и так далее. То есть с разным опытом, поэтому делиться опытом будем по-разному, исходя из своих компетенций, из своего ограниченного взгляда на этот огромный мир. Какие основные темы в курсе? Первый модуль – это общие знания, где мы поговорим, собственно, о задачах основных темлида, что такое, что за позиция темлид, такая вводная установочная часть. Дальше поговорим про личные навыки, про идеального менеджера, про презентации, про управление временем. Дальше будет большой блок – это управление командой, то есть каким образом, ну, фактически это вот кор такой, вот как управлять командой, какие есть роли, как мотивировать людей, как нанимать, как адаптировать, что такое микро- и макро-менеджмент, как работать на удаленке. Вот, еще хочу обратить внимание, есть очень интересный раздел, это коучинг, их, по-моему, два или три в курсе, когда люди приходят и на занятия мы разбираем какой-то реальный кейс, который приносят студенты. Очень бывает интересно. Тоже разные преподаватели ведут коучинг по-разному. Поэтому я, например, предпочитаю в режиме именно, ну, скорее, коучинга, а не менторства, то есть помогать людям самим находить решение их кейсов. А это бывает иногда очень важно. То есть когда вы находитесь один на один со своими мыслями, иногда найти решение как бы сложное будет. Когда вы с кем-то проговариваете, с кем-то идете по этому кейсу, то решение как бы приходит само собой. Это очень интересный формат. Ну, дальше у нас будет блок про конфликты. Познакомимся с кризисами. Какие кризисы... Что вообще, что такое кризис, да? Какие проблемы возникают в кризисе, какие возможности есть у кризисов. Ну, соответственно, кризис и увольнение тоже ходят рука об руку. Поговорим о процессах IT, о планировании задач, о метриках, о постановке задач. Поговорим немножко о такой технической вещи, как управлять стеком. И практически проектный модуль, то есть каждый участник должен будет выполнить свой проект. Курс... Так, сейчас я вернусь. Курс предназначен для людей, кто хочет действительно освоить эту профессию управленца. Начать большой карьерный путь в управлении. Ну, и также практически в каждой группе есть люди уже с большим опытом управления. Ну, бывает один-два человека. Я всегда спрашиваю, какая ваша мотивация прийти на этот курс? Ну, и люди отвечают, что систематизировать знания и посмотреть, а как у других. Их тоже очень хорошие, на мой взгляд, мотивации, потому что одно дело, когда мы сами там даже 5-10 лет проходили и шли своей дорогой, там пробивали свои тропинки, а с другой стороны посмотреть, убедиться, что да, все, в общем-то, хорошо. Или же тут можно где-то что-то улучшить, какие-то всегда новые тоже идеи, новые подходы можно увидеть и их применить в своей деятельности. Теперь немножко о карьерной информации. Это предоставил наш маркетинг по результату анализа ситуации на рынке труда. Вот такую выборку они сделали, что 878 вакансий тимлидов в феврале 2023 года для соискателей уровня МИД в Москве и 1411 вакансий вообще по России. То есть рынок есть, тимлиды требуются. В общем-то, требования к кандидатам, это как раз практически те темы курса, которые мы будем проходить. Как я уже говорил, мы ориентируемся в отусе на практику. То есть управление командой разработки требуется для тимлидов, техническая проработка, декомпозиция задач, опыт управления группой, декомпозиция, умение делать сложные комплексные задачи самостоятельно. Это такой еще хороший, топ-скил, самостоятельность. Ну, опыт выступления на конференциях, метап и прочих, это скорее такой вспомогательный стил. У нас будет одно или два занятия, посвященные презентации, но это, конечно, не основной фокус нашего курса. Но, тем не менее, это всегда будет полезно, если вы умеете презентовать свои мысли. И это не только полезно, но и важно, потому что в ходе деятельности придется продавать свои мысли и вашим подчиненным, и вашим руководствам. Ну, и, конечно, знание английского языка, потому что мы работаем все-таки хотя бы на каком-то базовом уровне, потому что работаем мы в IT, и очень много оригинальной документации, и на английском языке далеко не все переведено. Гораздо удобнее, когда вы можете сами прочитать, найти информацию, это вообще-то полезно и упрощает деятельность. Вот некоторые вакансии тоже маркетинг предложил. Тимлит от 250 до 400 тысяч рублей на руки. Другая вакансия от 200. То есть видно то, что доходы вполне такие рыночные и интересные. И на этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие постепенно. Я надеюсь, что цели вебинара, которые вначале обозначались, достигнуты, что после этого занятия получилось как-то лучше понимать мотив некоторых своих действий. Вот какие-то причины дискомфортов, неуверенности, когда вы начинаете погружаться в новую для себя область. И мы поговорили о том, к чему может привести вот этот дискомфорт. И, соответственно, поговорили о важности держать это под контролем. И мы немного обсудили методы, как это держать под контролем. То есть можно прежде всего вовлекаться, не бояться, общаться, учиться, делать достаточно хорошо. И не бояться снимать с себя маску, потому что если вы сами сняли маску, то ее уже никто с вас не сможет никогда сорвать. Потому что ваше лицо, оно может быть даже гораздо более привлекательным и симпатичным, чем та маска, которую вы пытаетесь надеть. Старт обучения следующей группы 28 февраля. И следующий открытый урок, который тоже у нас запланирован 22 февраля. Можете на лендинге, куда мы заходили, посмотреть. Там будет тема урока. И у меня просьба. Это, кстати, принято у нас на занятиях. В конце каждого занятия заполнить небольшой опросничек о том, что вам понравилось на занятии, что было хорошо, что не очень. Это обратная связь для всех преподавателей очень важна. Вот тоже возможность зайдите по этой ссылке и заполните опрос о занятии. Так, и сейчас остался последний шанс, наверное, на сегодняшний, сегодня, задать мне какие-то вопросы. Потом шансы могут еще предоставиться, если вы запишетесь на курс, пойдете на занятия. Там тоже вопросы я очень всегда жду. Сегодня есть какие-то вопросы? Если я не увижу, что кто-то пишет, значит, я буду считать, что нет вопросов. Вопросов нет. Хорошо, коллеги, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо за то, что пришли на это занятие, за то, что познакомились с отусом. И жду вас уже на курсе TeamLeap. Будем много работать и узнавать много нового. Удачи. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.